В Казани ветеран милиции отстаивает свою честь и пенсию. Сегодня в Верховном суде он доказывал, что получил ранение в бою. И следовательно, имеет право на пенсию. Однако, Бюро медицинско-социальной экспертизы отказывает ему в этом праве. А все из-за документов, которые мужчина получил на территории Таджикистана. Чем закончились слушания? Об этом Евгений Евгеньевич. Сам ветеран не смог прийти в суд из-за проблем со здоровьем. Вместо него здесь отец. У него документы, что сын три года назад служил в Таджикистане в звании подполковника милиции и получил ранение в бою. Но в Бюро медико-социальной экспертизы эти бумаги не признают. Причина – справки выданы на территорию другого государства. Семья пожаловалась в приемную Медведева, а потом и в суд. Все дали в суд правильное решение, вынес. Они опять неправильно, необоснованно говорят, другая государство. Вот терминология у них только так. Это другая государство. Когда он работал, был нормальным гражданином. Когда он иммунитет получил, он никому не нужен. Его надо из состава человечества вычеркнуть. Вот такой выходит. Решение суда Вахитовского района медики обжаловали. И сегодня дело слушали уже в Верховном. Юристы приемно уверены, бюро нарушает права пенсионера. На основании Минской конвенции от 1994 года документы, принятые на территории стран СНГ, имеют полную юридическую силу в других государствах, участниках этого договора. Решение этого вопроса затрагивает не только интерес одного лица, но и большой социальной категории людей, которые проходили военную службу в системе МВД на территории СНГ. Непосредственно Таджикистан. Точка горячая, очень много людей пострадало, погибло. Поэтому восстановление их в правах является такой приоритетной задачей, в том числе для нас, как для приемных медведей. Верховный суд поддержал ветерана. По словам юристов, дело стало прецедентом в российской судебной практике. С его помощью будет легче защищать права и других ветеранов из горячих точек. Запомнят этот день и Халматовы. Их сын прошел войну, а теперь и пенсию добыл с боем. Евгений Евневич, Василия Хузина, Айдар Кунафин. Вести Татарстан.